В городе Волчанске, в квартире на улице Мичурина, 23-летний наркоман Старостин, неоднократно судимый за имущественные преступления, находясь в неадекватном состоянии и одних трусах, устроил погром в чужой квартире и заставил трех человек спрыгнуть с балкона. К сожалению, на мобилу удалось заснять только последнюю фазу этого нарко-шоу, но и хозяев разгромленной квартиры можно понять, когда за тобой с двумя ножами гоняется ранее незнакомый нарколыга в трусах, ну тут явно не до видеосъемки. А предыстория такая. Жила на улице Мичурина молодая семья, 28-летние родители и годовалый сынулька-роднулька. В гости главе семейства пришла его 46-летняя мама. Ну обычная, в общем-то, ситуация для страны с нормальными, читай, семейными ценностями. Вдруг звонок в дверь. Открыли. На пороге неоднократно судимый Старостин, крайний раз сидевший за грабеж и откинувшийся с зоной буквально в ноябре прошлого года. Но в этот раз он пришел не грабить, а в трусах и в явно обдолбанном состоянии, ибо он кричал, что за ним кто-то гонится и просил помощи. Добрая волчанская семья его пожалела, пустила в недрожилище и, как показала практика, зря. Старостин забежал в кухню, схватил два ножа, устроил в квартире погром, а троих взрослых обитателей жилища загнал на балкон и заставил прыгнуть, благо всего второй этаж. Глава семейства и его мама приземлились без последствий, а вот молодая мамочка годовалого малышоныша получила несколько переломов и отъехала в больницу. Теперь от ее физического состояния зависит, как надолго отплывет Старостин на зону. У тебя ребенок же там, открой дверь. Удачно спрыгнувшие люди вызвали полицейских, те после недолгих бесед уговорили Тайки Старостина сдаться и он это сделал красиво, прыгнув с балкона в сугроб. При этом физически не пострадал. Но его все-таки повезли в больницу, но не как женщину в травматологию, а в травматологию мозга, то есть в дурку, на обследование. Пока полицейские его везли в лечебницу, Старостину снова пригрезилось, что за ним гонятся и он, по данным пресс-службы ГУМВД, выбил стекло в полицейском уазике голой ногой. В клинике ему вкатали успокоительный укол и наркоманский гон завершился. Сейчас Старостин лежит в дурдоме под наблюдением врачей, которые пытаются выяснить, что за дурь он сожрал, что пришел в такое неистовство. Кто-то внимательный спросит, ну вот трое членов семьи прыгнули с балкона, сам нарколыга спрыгнул с балкона, а что же стало с годовалым мальчишкой? А с ним все зашибос. Он во время наркопогрома спал в соседней комнате и на шум дебоша даже не проснулся.